Всем привет! Это системные новости. С вами Ольга Зинковская и Ольга Хмелевская. Сегодня в выпуске. Квартальные результаты МТС и Озон. Первый урожай пшеницы системы и перспективы водородной энергетики. Обо всем этом и не только подробнее прямо сейчас. МТС и Озон подвели итоги второго квартала 2023 года. Выручка МТС за этот период увеличилась почти на 15% год к году и достигла 146,7 млрд. рублей. При этом около половины B2C-выручки обеспечили экосистемные клиенты. Компания также стала лидером среди мобильных операторов на рынке коммуникационных сервисов по числу B2B-клиентов. Оборот Озон вырос в 2,2 раза во втором квартале 2023 года до 373 млрд. рублей. Еще быстрее росли продажи продавцов в 2,4 раза год к году. Активных покупателей на Озон стало больше почти на треть – 39,5 млн. человек, а количество заказов в апреле-июне достигло 209 млн. Ситроникс Групп установила в Российском университете транспорта уникальный тренажер на основе технологий виртуальной и дополненной реальности. Это первый в стране тренажер нового поколения по электронной навигации и безэкипажному судовождению. Он предназначен для отработки практических навыков управления различными типами судов в реальных условиях. Тренажер позволяет вести эффективную подготовку и сертификацию водителей судов и операторов центра дистанционного управления движением. Агрохолдинг Степь собрал первый массовый урожай собственного сорта азимой пшеницы «Система». Новый сорт продемонстрировал хорошие показатели урожайности. В целом его превосходство ранее используемого в хозяйствах агрохолдинга сортами составило до 8 центнеров с гектара. Большая часть урожая пшеницы соответствует третьему классу, который высоко ценится на внешнем и внутреннем рынках. В следующем сезоне площади под новый сорт будут увеличены в три раза. Стратегическая сессия прошла в Центре водородных технологий АФК «Система». В ней приняли участие ученые, представители крупных компаний и студенты ведущих вузов страны. В рамках мероприятия прошла молодежная школа – конкурс научных проектов в области водородных технологий. На выставке можно было познакомиться с прототипами энергоустановки, зарядного устройства и другими разработками. Также состоялось вручение студенческих билетов магистрантам МГТУ имени Баумана – лучшим выпускникам вечерней школы водородной энергетики, которая была создана при поддержке благотворительного фонда «Система». На этом у нас все. С вами были Ольга Хмелевская и Ольга Зинковская. Еще больше информации на нашем телеграм-канале «Система Ньюз». Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.